На великолепном искусственном газоне футбольного поля стадиона школы Олимпийской резерва номер 5 «Юнность» или как его еще называют севастопольские мальчишки «Мараканы» в разгаре городской турнир по мини-футболу «Снежинка-2012» с участием сборной команды из Бахчисарая. Кстати, юные кремчане демонстрируют хорошую игру, побеждая сборные соперников. В соревнованиях участвуют 15 команд, разбитых на три группы, а затем пройдут финалы среди трех сборных и будут определены места в зимнем турнире. Радует игрой инкерманский «Рубин», победивший с сухим счетом 7-0 сначала «Зенит», а затем вторую команду «Мегастроя» 8-0. Ребята познают азы игры «Миллионов» под руководством молодого перспективного тренера Дмитрия Власова. Инкерман всегда была кузницей кадров. С удовольствием мальчишки занимаются спортом и футболом? Да, 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 конечно. Дети занимаются с удовольствием, приходят на тренировки, хотят добиваться высоких результатов и хотят, естественно, попасть в сборную города Севастополь. Дмитрий Николаевич, а есть условия вот такие, как здесь, на стадионе «Юность» в Инкермане? Ну, к сожалению, у нас аналогичное поле в плачевном состоянии и нету средств для его восстановления. Поэтому занимаемся, конечно, в не таких хороших условиях, но, как говорится, тренируем, на чем есть. Лучшие игроки в команде Инкерманского рубина – Эльдар Фархуддинов, Александр Бекин. Матчи в дни зимних каникул проходят в любую погоду, несмотря на ветер и снег. А в каждой команде играют мальчишки 2003-2004 годов рождения, будущие футбольные звезды. И необходимо провести по шесть матчей. Это серьезное испытание и погодой, и соперниками. Владимир Мелянский, Денис Александрович. Программа «Наше время». Программа «Наше время»